Привет, Дмитрий! Как тебе NHL22? Приветствую! Нормально, ближайшие гличи удивляют. Расскажи, пожалуйста, как именно ты почувствовал игру в этой части? Какая тебе стратегия зашла? Скажи подробнее. Ну, в принципе, стратегии пробовал все, уже играл, как бы игра вязкая сама по себе, поэтому нужно играть плотно с игроками. Для этого я использовал, нашел свою стратегию. Возможно, пока на первое время посмотрим, как будет дальше проходить обновление, патчи выходить, как будет играть. Но на сегодняшний день я нашел вот такую свою тактику, которая меня, в принципе, радует и приносит там некий свой результат, условно. То есть это первое, то что мне понравилось, это силовая игра. 2-3. Создаю кучность в нападении, соответственно, при потере шайбы. Сразу идет форт-чек, плотный отбор и прессинг. Так, поэтому есть какие вопросы по 2-3? Значит, у тебя по ней видно, что три нападающих и два в защите. Правильно? Совершенно верно, как бы, при выходе из зоны соперника я тем самым могу осуществить прессинг, соответственно, для меня это, ну, я умею играть там в прессинг, поэтому мне нравится. Плотность, тем более игра сейчас вязкая, тык, тык, клюшки эти, они там друг после друга бегают, и в этой части нельзя отпускать соперника и давать им пространство. Еще взять по силовой игре, что еще можно дополнительно, если что-то изменить, какую еще используется? Ну, все зависит от того, как играет соперник, соответственно, есть ли у него края, ну, опять же, мы играем три нападающих, то есть они располагаются между собой довольно плотно, поэтому здесь важно не тоже, если пропустить, обрежут сразу края. Поэтому, соответственно, смотрю от игры соперника, если он играет через центр, меня все устраивает, я держу центр, соответственно, если он играет через края, я, бывает, перестраиваюсь в эту стратегию, контор дальнего бота, соответственно, мои нападающие будут играть в ботов, и, соответственно, центр, он будет, в принципе, не нужен тогда. Игроки будут располагаться в следе. Ну, это больше для того, чтобы около бортика кто-то перекрывать его? Ну, соответственно, чтобы ты мог переключиться и всунуть заветную клюшечку куда-нибудь, там, в шайбу, венор. Потому что, как видим, все стараются играть сейчас. Пробежал передачи, не очень титры хоккей, как бы, или заехал за ворота, там, потусовался, как бы, ну, не совсем. Что интересно, нет комбинационного хоккея, это вот не радует. Соответственно, плавно перешел. Агрессивную я использую в редких случаях, в принципе, ну, вот 1-2-2. Ещё бывает играю в пассив. Соответственно, вот так бывает перестраиваюсь. А перестраиваюсь почему? Допустим, вы увидели, что у вас СОП играет в автобус 1-4 и весь в пассив. То есть, вы игроком едете, а у него вся линия выстроена, и одним игроком встречается. Соответственно, переключение моей тактики он будет. Соответственно, ещё ловушка прессинг я уберу на минимум, и тогда у меня ребята все будут стоять, у меня тоже в зоне выстроены. Опять же, 1-4 здесь может быть опасно, потому что они все будут стоять в ряд. Я тогда делаю вот так. Соответственно, они три стоят впереди. Один впереди контролирует соперника, три стоят. И на подхвате последний защитник на подборе, если ты уже совсем провалился, то, соответственно, происходит вот так. Ну, изначально, вот мы говорим о 2-3, соответственно, переход это у меня, повторюсь, всё зависит от того, как играет соперник. Если он играет через центр, значит, такая тактика. Соответственно, если играет через края, такая здесь тактика. У ботов контролируем. Соответственно, если играет соп, ну, условно представим ситуацию, вы ведёте 3-0. Ну, ведёте в игре. И соп предлагает вам опять же пассивный хоккей, он просто бегает одним игроком и откатывается в надежде на бот. Соответственно, моя тактика будет вот такая. Я ещё вот здесь уберу вот держать шайбу, соответственно, я буду играть такой хоккей, который говорит мне. И ты ведёшь 3-0. И ты ведёшь 3-0. Это я веду. Ну, соответственно, если я проигрываю, то, соответственно, я из меня здесь ничего не буду. Я могу здесь ещё с большего ещё сделать вот так, как бы, ну, накрутить всё, соответственно. Ну, тактику верхнюю силовую нейтральную зону лучше не тёргать. И всё равно я её не трогаю, просто по определённых, как бы, этих вариантов. Я меняю её, поэтому... И ещё, соответственно, вопрос по нейтральной зоне. Мы сейчас вот 1-4 и ещё дополнительно, что можно использовать? Соответственно, 1-4 — это расстановка наших игроков в нейтральной зоне. Соответственно, вот этот ползунок влияет где-нибудь располагаться. Соответственно, если вот так, они будут на синей линии. Чуть поднимать, значит, центр. Чуть ещё, чуть ещё выше — это, это вообще уже будет прессинг. То есть, соответственно, вот здесь играть нужно тоже осторожно, несмотря на то, что вы якобы играете в пассив или там ещё что-то, в осторожный прессинг играете. Соответственно, всё равно 1-4 и 1 — вы должны быть одним из четырёх. Там игроков переключили. Не тот, который прессингует впереди бегать, а именно в этой линии вы должны держать. И держать там. И держать там, смотреть через какой он будет заходить. Соответственно, если через центр у вас всё хорошо, он играет, и если по ботам, соответственно, у вас играет вот так будет. Понятно. То есть, соответственно, как бы, ну, ещё повторюсь в том, что никто никому тактику никогда не навязывает. Каждый ищет свою тактику. То есть, ну, поэтому я не могу сказать, что эта тактика зайдёт вам всем, в целом, всем людям, которые на сегодняшний день не подобрали свою игру, там, вот, L22. Всё равно есть каждая тактика, которая подстраивается под свою игру, как играет человек. То есть, я люблю комбинировать, я люблю... Да, я люблю играть ещё 10-10, 15-12, короче. Не люблю играть в автобус, в нудный хоккей. То есть, но я люблю с хорошими голами, комбинациями. Такой хороший скоростной хоккей. Поэтому вот то, что касаемо верхних тактик 2-3-1-4, для сегодня на меня это для меня оптимальное сочетание игрового процесса. Хорошо. Да, но повторюсь, вот эта тактика для СБ, Squad Battle, она так себе. Ну, вот что-то использовали для СБ. Потому что я просто добавляю агрессии здесь немножко для СБ, то есть, ну и всё, и прессинга. Потому что боты, когда выстраиваются у тебя здесь вот на линейке, я играю, да. Соответственно, компьютер он спокойно входит в зону. То есть, она допрессинг. Ловушка про прессинг участвует. Да, ловушку как бы это поднять, соответственно, можно её до уровня. Саму команду сдвигать. Да, тактику верхнюю 2-3-1-4 можно не трогать, просто добавить агрессию, чтоб они плотно действовали к нему в зону, там условно и располагались ближе, не стояли на пассиве, как бы. Ну вот, словно вот то, что могу на сегодняшний день по этим вот тактикам рассказать. Спасибо. Вопрос ещё по прессингу, защите. Касаемо уворот. Почему уворот? Ну, вообще уворот это стандартная моя настройка, и она может меняться в зависимости от игры соперника. Соответственно, уворот. Тех стягиваем уворот. Но, если соп играет через защитников, то, соответственно, у него появляется пространство. И он начинает передёргивать через защитников, действовать шире и бросать вонтаймеры защитниками. То есть это, соответственно, ну, что начинается? Уворот каша, малейшее там добивание центрального нападающего – это гол. Что сегодня происходит и подставление. Поэтому при таком раскладе, когда соперник играет через защитников, я выбираю тактику вот такую. Соответственно, наши крайние нападающие, они будут стоять, если мы их трогать не будем, соответственно, а будем центральным двигать игру, то, соответственно, они будут стоять возле защитников и не смогут дать бросить, соответственно, с вашей помощью. Если же соп, ну, вот это вот через вонтаймеры, через защитников игра, вот это вот меняем на вот это. Соответственно, чего у ворот я ставлю изначально, потому что сейчас игрок, сами как знаете, соответственно, у нас очень много игры идёт за воротами. Поэтому для того, чтобы при какой тактике у вас боты не ездили за ворот один в один, играя за нападающим, мы ставим у ворот. Ну вот, вроде бы понятно, да? Да, можно я ещё добавлю. С учётом, что у ворот, это тактика по звеньям из-за ворот. Значит, у соперника есть тактика из-за ворот, оно видно, что игроки располагаются за воротами, и он пытается забить голову за ворот. Вот это именно у ворот. Соответственно, он действует вот этой, да? Да, да, да. Из-за ворот, у ворот. Если штурм ворот, значит, у него или стоит, ставим мы один в один. Да, вот этот момент, да. Ну, всё возможно, но опять здесь больше кто стоит, как он действует. У него может стоять и перезагрузка. Да, перезагрузка. Да, да, да. Это тактика больше для того, чтобы ваши боты не ездили за ним вокруг заворота и не освобождали пятак. И ещё вопрос такой часто встречались на вопрос у ваших зрителей. Как делать игру в защите? Значит, я так понимаю, что с заворотами бегать не стоит. Надо, необходимо находиться около пятака. Абсолютно с заворотами. Расскажи, пожалуйста. Нет, ничего. Расскажи. Бывают такие ситуации, что боты сами едут за ворот, а вы его тянете назад, а он всё равно туда едет. Такой тактике, когда соперник действует за воротами, лучше всего играть центральным нападающим, не трогать защитников, пускай они стоят на своих позициях. И ещё не одно правило. Это правило не для меня, но есть правило такое. нельзя менять защитников местами. Вот, допустим, он едет, условно, тот ваш левый защитник провалился, вы побежали правым. Окей, отыграли, верните его на место на эту позицию, потому что он потом опять теряется. Для чего происходит все прострелы и вот эти вот неудачи в защите. Это из-за того, что вот боты, они вот реально, вот если ты убрал левого края защитника и там приехал туда правым, сто процентов вон тайме оттуда пройдет. Он будет спать, ваш бот, и он с под него бросит. Вот я в своих уроках скажу тебе, что тоже, когда я, ну у меня контратака, я переключаюсь или на крайнего нападающего, или на центрального нападающего, чтобы все плавно отходили, защитники делали свою работу. Они могут сделать силовой, прижать, как вот было в наших уроках, поэтому Дима и сказал. Вот этот вопрос мы обсудили. Вопрос в меньшинстве, большинстве еще расскажи, пожалуйста, почему ромб и перегрузка? Ну, ромб мне нравится расположение, они стоят ромбообразно, соответственно, то есть, ну, ромб раз, два по бокам и один в центре, то есть, ромбом они стоят. Если мы выбираем сроки квадрат, ну, это вообще 2-2, он срок стоит, то есть, пассивные они чуть уже, то есть, ну, скапливаются. Мы даже видим, что плотный квадрат, ну, вот, я, мне нравится ромб, потому что видите, что при какой он схеме работает, как правило, все разыгрывают под лонтами при зонтике, и везде вероятность суммы склютку на свободном промежутке, то есть, поэтому я ромб использую. В большинстве я сам не использую зонтик, потому что большая вероятность провала на сегодняшний день, 85 процентов голов сейчас в этом хоккей забиваются вместе с соперниками. Быстрые нападающие, медленные защитники, неточная передача, как мы знаем, передач сейчас неточных очень много в этой игре, то есть, поэтому такое вот я сейчас не играю. Дмитрий, я еще... Играю обычную перезагрузку. Вопрос можно? Потому что я... Да. Вопрос, извините, что перебил. А вот, когда ставят защитники на синие, вот за это ты именно добавил, что перехваты за то, чтобы мы перепасовываемся с защитниками, и игрок выхватывает шайбу и выходит в 1-0. Правильно? В этот момент я имею в виду. Да, в большинстве... Конечно, вот он перехват. Да, да. Я сам этих голов забиваю очень много, потому что все, кто у нас играет в меньшинстве соперников, Макдэвид, Кейн, ну, Кунчеров, все ставят быстрых нападающих, для чего? Чтобы при этом не точкам пасть или перехват, ты его уже не догонишь Хедманом и еще. То есть, еще в большинстве я всегда, ну, как бы, ставлю еще всегда одного нападающего стараюсь ставить. То есть, тоже не это... Немедленно. Чтобы при таких действиях воспользоваться, соответственно, догнать соперника, если будет такая возможность. Ну, то есть, соответственно, вот при такой игре очень много. Я забиваю очень много голов, тоже в меньшинстве, и пропускаю такое же количество, поэтому я вот играю. Это работает, на самом деле, в меньшинстве. Тут просто, просто важность того, что нужно спокойствие, не тусовать игроков. Ну, соответственно, соблюдать. Вы играете в ром, а вы одного увели, второго увели, третий, у вас уже, скажи, треугольник не получает. Ваши игроки все там, соответственно, вперед. Как ты объяснял одним игроком играть, правильно? Чтобы защитников не тролочь. Тут, соответственно, вы с одного спускаетесь по позиции одним, чтобы это был центральный форум. И играть. Поэтому мы знаем, что центральный форум – это третий защитник. И третий нападает. Соответственно, играем в нападение, он играет впереди. Соответственно, играем в нападение, он играет впереди. Это его подбор, это его способки, то есть эта работа центральная. Поэтому вот так сейчас играем. Вот вроде бы я сказал, почему я так играю, как бы, ну, каждый может играть по-своему, и так, и так может играть. Соответственно, широкий квадрат не заходит. Есть свои плюсы и свои минусы, да, широко, но очень много я пропускал головки мечты. С этим такой позиции ром, соответственно, я забиваю. Соответственно, если я играю в меньшинстве, я пропускаю мало, но если я играю в большинстве, я тоже пропускаю. Надо больше действовать с нападающими, меньше поперечных передач, это правило, то есть поперек, через центр, всем понятно. Все, вопрос тут решили. Дальше пройди по, ну, вывод, вбрасывание, это понятно, что все ставим, периодически всегда ноль. Тут вопросаем, да, выброс, мало кто играет на выброс, поэтому, хотя есть с опыта проиграть через выброс, он сразу выкидывает на нее нападающие фрук вперед. Опыт, но вот так. Шайб бежит, все играем. Вот так, вы вот привыкли заехать за ворот, разыграть, потерять шайбу, пропустить. А сейчас бывает, игрок входит в зону, вбрасывает, защитником заберутые, мой защитник бежит в шайбе, нападающий его не толкнул и забил за ворот. Да, забрал шайбу, значит, они вот так играют. И здесь вот, и здесь вот, хорошо ты рассказывал, они играют вот здесь вот так. Вот так тоже. Знаю, что наши боты падают около бортика и шайба достается сюда. Он не выводит, соответственно, он ее туда закидывает, а проехать, соответственно, нужно, чтобы проброс не совершить, нужно заехать за красную и туда ее запускать, тогда проброса не будет. Соответственно, тут вопрос ущерпан, это вот такая атака. Тут ясно разобрал. Ну, соответственно, тут еще раз сказать, здесь вот по желанию, как бы, ну, я играю здесь, я говорю, все начинающее, все это формально с начала игры. После того, по действиям соперника можно понять, во что я буду играть через, там, минуты-две. Буду я перестраиваться или нет. Начиная игра в центре, соответственно, как бы, ну, перепасовка, линия, как бы, ну, передача, как бы, ну, все работает, контроль выхода. Потом могу сильный фланг играть опять через... Здесь все в сочетании, играю пока вот так. Введение тоже, как бы, ну, все нормально написано. Игрок шайбой ведет шайбу по короткому сопернику. У нее есть возможность либо вести, либо отдать. Все, как бы, ну, все нормально. Вот игра в центре, все понятно. Тройка, соответственно, когда играю при тройке, нападение. Я смотрю, опять же, тут долгая дискуссия может происходить по этим всем контролям выхода и всего прочего. Соответственно, есть ИСОП, вот, но опять мы возвращаемся теперь уже к настройкам. Защитный пресс, защите у соперников, как мы действуем. Соответственно, если он действует у ворот, то, соответственно, нам нужно быстрая контратака либо заход в зону. Соответственно, я играю в тройку и, соответственно, быстрый выход у меня. быстрый выход, это вот такой вот выход. Я играю в ранний. И, соответственно, надо что-то быстрое сделать через пас R1. То есть, уход. Быстрый пас по борту, то есть, проходит в ход в зону и пошла. То есть, у меня три игрока выхода. Потом защитники подкардают. Соответственно, если соперник, это опять же приворот. Если соперник играет, ну, опять же, у ворот. Один в один. И все плотно. Вязкая игра. Соответственно, в ходу у вас не получаете ничего. Ни ранние выхода. Соответственно, тогда я переключаюсь по ширине. Ну, то есть, пробую ширину использовать в поле, чтобы его растянуть. Вывести его больше к ботам, соответственно, освободить центральную зону для какого-нибудь вантаймера или выхода для броска. То есть, ну, как бы, вот, здесь вот, как бы, ну, по видению, как бы, тоже все индивидуальное. Я чего видение поставил? Ну, потому что вот так написано. Легко и просто. Игрок ведет шайбу. То есть, есть возможность... Больше света. Правильно? Да. Соответственно, как бы, ну, он и под, они и потом дальше играют. Поэтому, при, ну, как бы, выведение, как бы, если, смотрю, игра не идет, соответственно, основной состав. Когда они все кучи, все, как бы, двигаются, как бы, массивно. Ну, размах, как бы, понятно, что это широко. Я размах редко ставлю. Для меня есть вот это. И, соответственно, вот это больше я ничего не меняю. По контролю выхода я сказал уже. Бывает, я играю в сильный фланг. Тоже, соответственно, ранний выход бывает, играю тоже. Вот ранний выход, ну, смотрю, как соперник действует. Есть ли у него? Все зависит от того, опять же, насколько вы внимательны. Если у него защитники подключаются к броскам на усы, значит, у него вот здесь есть вот это вот сука. Вот так у него прорыви они. И когда при входе нападающих в зоне соперника он глубоко опускается к вбрасыванию к кругу или к линии там ворот, условно, то защитник диагональ себя всегда предлагает под вонтами. Соответственно, если он в это играет, держать линию, то, соответственно, я буду играть, соответственно, вот здесь вот так вот. Ранний выход. Потому что здесь перехват быстрый, сразу это нападающий. При перехвате он уже в синей линии, нажатием кнопки R1, тут верхнем передаче, соответственно, уход. Ну, еще можно здесь не сильный план, тогда вообще они все придут. Ну, тут мы разобрали. Понятно, как бы все равно, если разбирает, то, ну, по сути, вот основы я рассказал, как бы, а так, в принципе, кто играет по игре, по игре соперника, все видно, идет там что-нибудь, получается. Если, соответственно, топ закрытый, там, или еще что-то, как бы, ну, соответственно, пустую тактику, пробую, блин, вот, стандартная она вот такая. Значит, наблюдаем за игрой, смотрим, как ученики себя ведут, ну, и примерно мы можем изменить ход игры вот этими настройками. Вопрос по, потом, да, расскажи, предположим, а потом и по 3 на 3 в овертами поговорим. Ну, что, давай тогда нападение 3 на 3, наверное, да? Ну, нападение стандартное, так все легко. Это 3 на 3, или это в овертами, вот я вот что-то забыл. Это овертами, в овертами, либо, ну, скорее всего, 3 на 3 в овертами, 5 на 3 здесь нет. Поэтому агрессия, ну, это понятно, агрессия, пассивная, играют стандарт, чтоб они не играли. Сочетание пассивной, агрессивной игрой или вперед, чтоб они не туда полно. не спешили, так и в защиту не бросались. Ну, потому что 3 на 3 очень характеристично. Вот там. А ты мне вот расскажи, какая у тебя тактика в овертами, например, в нападении, в защите, что-то, как ты играешь. Ничего не меняем на то, что играешь. Стандартно 3, во-первых, а? Как вот, например, в овертами, что ты в основном распасовываешь на штангу за ворота или просто бьешь, или играешь индивидуальным игроком? Какие твои вот советы? Опять же, ну, я вам скажу, что я еду за ворота, как бы, под вонтаймер передачу делаю. Нет. Не могу такого посоветовать. Все зависит от того, как играет соперник. Ну, то есть, если он, соответственно, проваливается, ну, поэтому... Увертайм это скоротечная. Минутка. Минутная игра, которая там, в принципе, у меня ни одного защитника никогда нет. Все играют в нападающие. И поэтому там, говорите, защита там нет. Он, кто-то первый забил, вот это все. Копия на копия там идет. Значит, ты выставляешь один нападающий и то контратаку, и желательно изучить выход 1-0, потому что это очень важно. Понятно, правильно? Ну, да, ну, сколько увертаймов там у нас получается-то, не знаю. Не так много, поэтому... Все, тут вопрос мы разобрали. Поэтому здесь, да, здесь внимания много не уделяю. Ставлю всех нападающих и погнали вперед. По зрениям вопрос. Первое звено у тебя. Что-то расскажу. Ну, соответственно, я уже к ползункам возвращался. Эффективность. Давайте по порядку. В том ворот. В том ворот. В том ворот. Я объяснял уже... Мы контролим шайбу. Вот этой шайбой. Даём передачки. Выходим плавно из зоны. Соответственно, как бы новым. Мы не идём в зону. Входим переспасыв. Пасовать то же самое, как бы, соответственно, тоже. Перепасовочка везде идёт. Чтобы подкатывались. Они, соответственно, занимали все позиции. Поэтому здесь тоже, как бы, ну... Я вот здесь просто поставил. Не знаю, насколько оно работает. Знаешь, что одно вот это работает точно. То есть, соответственно, мы эффективность выбираем. Значит, они энергию не тратят. Ездят более комфортно, как бы, ну, соответственно. И... Полный сиглотон, ну, я бы сказал, не играют. Но зато при вот такой игре, как бы, поднимаем эмагрессию. Они начинают быстрее бегать. Ну, я всегда вот так иставляю. Или вот так. Но можно изменить во время тайм-аута, правильно? Да, этим это можно всё. Если ты смотришь, что твои вялые, можно поднимать всё, как бы... Здесь, соответственно, очень важно понять. Если ты играешь вот так... Ты лишаешь, ну, не то, что не лишаешься. У тебя задача не стоит сменить изменение вручную. Они расходуют энергию по мере возможностей. Или по мере, там, как вам надо. То есть, соответственно, я поднимаю ползунок. Соответственно, они быстрее бегают, агрессивнее. Соответственно, боты претингуют соперника. Соответственно, мне надо что делать? Соответственно, менять дверь, чтобы они быстро... Всегда была скорость. Зачастую вы видели, что бот вас... Соперник вас претингует, претингует. Вы из зоны не можете выйти. А игроки всё подъезжают. Те же подъезжают. Соответственно, вот это он меняет вручную двенье. Соответственно, у меня стоит агрессия больше. И они все агрессивные. Но здесь, повторюсь, что надо менять двенье вручную. Будут вставать бот. Да, это мы покажем отдельно потом, как это делается. И ещё добавлю, всё зависит от, где ты играешь, в каком периоде. Площадка ближе твоя, скамейка запасных или игрока. Вот это тоже влияет очень много. Тоже внимательно смотрите. Ну да, 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 да. Ну, как всегда, опасный период. Это вторая, дальняя лавка всегда. А ты ещё расскажи, как ты ловишь на замене? Ты рассказывал такому момент, что ты поменял и твои игроки. Ну, заменять надо в игре показывать. Как бы здесь, как бы, что... Ну, допустим, я вижу, что моя компания устала. Допустим, я всегда меняю звенья вручную. Соответственно, я вижу, это ещё важно, вот то, что рассказывал. Смена звеньев происходит вручную, когда у СОПа стоят соперники в пассиве. И ваши приехали, стоят на сильной линии, и вы зайти не можете в зону. Соответственно, вы перепасовываете на Красный Днепад, хотите расшатать и какой-то коридор раскрыт, чтобы туда залететь. Так вот, я использую смену звеньев ещё для этого, чтобы ворваться в зону. Ну ведь, бывает, зачастую я уже замечал, что... Вот и соперника, при моей смене, они тоже едут меняться. И я тогда доделаю передачу на крайнего, и, соответственно, я вообще один в ноль бегаю. Я вижу, что если бот стоят, а он там сзади стоит одним игроком там, условно там, и... Давайте, камон, едь туда, я тебя тут жду. Я откатываюсь тогда к себе в зоночку, меняю нападающих. Я вижу, они чик уехали, и, соответственно, боты начинают дергаться при этом. А здесь уже, здесь уже у вас плюс. Ваши боты быстрее выезжают на смену, чем его. Потому что ваши первые уехали. Ну вот, по этой стратегии, ну, говорю, это визуально можно показывать. Я тебе показывал в игре, как это действует. Ну, на самом деле, это работает. Уход удерживается, и вход в зону элементарий. В этом мы еще разберем вопрос этот. И еще блок не блок. Мы тут понимаем, что неправильный перевод влево не блокировать, вправо блокировать. Ты берешь середину. Ну, да, вот блокировать, ну, не знаю, мешки. Сейчас очень много залетов от спины, от жопы, как бы. Поэтому выбрал середину, как бы. Ну, выбрал и... Да, наблюдайте, смотрите, делайте больше, как вам нравится. Тут вопросы сразу... Да, я выбрал, я, как бы, повторюсь одно. Но я, ну, привык играть, как бы, сам. Я не надеюсь на бота, как бы, в защите, как бы. Потому что сейчас такая игра, что вот. Все привыкли иметь хорошую ботозащиту. И все надеются, что бот за них все порешает. Когда я играл на PS3, то там, если ты не переключился, то и шайба, там, через конек боту пройдет. Он даже не дернется. Поэтому здесь... Работа. Нужно самому решать, вы на бота надеетесь, спросили, как бы, на свою игру. Первое... Первое впечатление о том, как... Как вы играете. Почему? Я делаю... Немножку отошли от темы. Ну, просто это уже у меня такое больное. Я хочу видеть, чтобы игроки играли сами. Раньше еще, помню, где мы, наверное, когда еще можно было выставлять позицию, да? И играть в сезон, когда будет еще. Фиксированный. То есть онлок. Ты начинаешь играть, а он на вратаре, как бы. Ты, блин, бота там на супер звезде, и ты в зону зайти не можешь. А если ты удалился, все, бот тебя раскатит. Поэтому я вот все время, ну, как бы, хочу... Ну, понимаю, что этого не будет, потому что если и... И исход сделает опять... Катит ботов в пассив, то, соответственно, 50% игроков, они отвалятся. Им станет неинтересно. Все, тут мы разобрали. Вопрос еще. По блоку, как бы, все понятно, как бы, здесь уже по выбору. Давайте мы второе звено. Второе звено, почему именно из-за ворота? Расскажи, пожалуйста. Чем меняется первое звено и второе, чем отличается? Меняется расположение игроков, что ли, напутать игрока, соперника? Соответственно, у тебя, при таком переходе в зону, у тебя всегда есть игрок из-за ворота. Соответственно, ты можешь оттуда передачивать. То есть, бывает зачастую, что, ну, у тебя, что в ворот не идет. То есть, ну, вот, все блокируется, все там, условно. Тебе надо разводить соперник, думаю, вывести на ударную позицию своего там бота еще кого-нибудь там. Соответственно, используя из-за ворот. Изначально сразу в шайбу игрок едет за ворот, поэтому есть подбор сюда. Как правило, вы сами видите, что щелчки от защитников уходят в молоко, в стекло, в бот. А вот там у вас есть игрок. Поэтому, при, когда мешкается соп в защите, можно также из-за ворот ему закатить в галешник. Без проблем вылезти из-за ворот и бануть. И при розыгрыше хорошо. Всегда есть защитник, ой, всегда есть игрок у вас за воротами, который вытянет защитника. Но, опять же, повторюсь, если соп неграмотный будет, то будет грамотным. Соответственно, ваша игра из-за ворот, она опять же будет бесполезна. Потому что, ну, все будет перекрыто. Опять же, мы вернемся к схеме в ворот. Наброс, 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 давление и броски. Ну, что могу пожелать, это бросайте, бросайте, бросайте. Без бросков нет голов. Тем более, в этой игре можно бросать любой позиции. Любой. Вопрос еще. Мы привыкли, разыгрываем до верного. А с другой стороны, ляпнул в зону. Вот сколько мне голов залетало. Зашел в зону, ляп и 0-1. Привет. Вопрос еще, Дмитрий. Да. Первое звено штурм, предположим. Второе заворот. Третье, четвертое. Как у тебя? Тоже меняешь что? Одинаково. Чтобы... Одинаково. Штурм ворот и нападение. Если, соответственно, это все не устраивает, а меньше и получается. Все звенья перехожу в такой вариант. Третье. И... Горды за грудь. Все звенья. Скажем спасибо Дмитрию за подробнейший обзор о стратегии в NHL22. Ну, сейчас мы узнаем, где можно это настроить. Это моя команда. Управление составами. Выбираем стратегия. И вот здесь мы выставляем стратегию команды, которую можно сохранить. По звеньям настраиваем. И по защите настраиваем. Затем выходим. Ну, вот если мы, например, поменяли, например. Выходим и сохраняем стратегию. Стратегия в худ сохраняется. В следующем видео мы узнаем, как можно настроить стратегию во время игры и во время паузы, когда берешь тайм-аут. Спасибо за просмотр. Оцениваем видео. Ставим лайки. И подписываемся на канал. С вами был Димон на Первом Игровом. Пока-пока. 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 Продолжение следует...